У KUKA достаточно интересный модельный формат. Ее там около 5-6 парит. Одно из них – это время жизни в KUKA. Именно на KUKA делается следующее. Когда я захожу на сайт, в контакте его говорят, видите логин и пароль и галочка «Запомнить ли меня?». Если я ставлю галочку «Запомнить ли меня?», обычно это две недели. А не на самом деле. Если я не ставлю галочку, то мне присылают KUKA, которая живет обычно обычно часа 4. Я зашел во ВКонтакт, попользовался, выключил браузер, ушел. После обеда пришел, через час включил, зашел тем же самым браузером – KUKA, привязанный к браузеру, а не к компьютеру. Вечером уже не работает. Да. Зашел через час, перезагрузил комп, запустил браузер, захожу на ВКонтакте – я за логинем. Если же я выставлю галочку, то они отставляют мне ту же самую KUKA, только у нее время жизни. То есть они когда присылают мне назад, они указывают время жизни две недели. То есть мой браузер, манеджер, некоторое хранилище – KUKA, у которых есть время жизни и домен, откуда она получена. И когда надо писать непонятно в какой момент, то он ее чистит. Ну, в общем, понятно, что если KUKA устарела, то ее на этот домен уже не пошли. Это означает, что если 2-2 недели я не пользовался ВКонтакте.ru – я разлагиненный. Тут, на самом деле, очень интересный для веб-проекта вопрос. То есть KUKA позволяет часть состояния хранить на клиенте. Яркий пример. Почему это важно? У вас дом-дворок, у вас сразу же миллион посетителей. У вас постоянных пользователей 100 тысяч, а вообще посетителей 10 миллионов. Все так или иначе случайно когда-то женщины, девушки вводили или случайно клацали, например, сработала реклама, или вводили в Google и попадали на дом-дворок. Человек зашел, и он там ничего не сделал. Но хотелось бы нечто о человеке запомнить. Например, на каких страницах он был. Потому что, например, можно главную страницу рендерить по-разному. Яркий пример. Если мы знаем, что этот человек 3 раза заходил на страницу с видео, то когда он в следующий раз зайдет на главную страницу, мы можем ему лично на главной странице, даже с нового актуального видео показать вверху. Если же человек перед этим 8 раз заходил на форум, мы можем главную страницу для него переставить, и у него вверху будут свежие темы форума. Но для этого мы должны где-то помнить, что он был 8 раз на форуме и 5 раз смотрел видео. Можно хранить на сервере. Но проблема в том, что если у нас успешная рекламная стратегия, мы получим 10 миллионов пришедших людей, которые зайдут один раз на главную страницу, плюнут и уйдут, и никогда не вернутся. Если мы на сервере для каждого такого, то есть обычная рекламная кампания, шуранули, получили 10 миллионов уникальных пользователей. На сайте осталось 20 тысяч. Если мы будем всех их запоминать в базе данных, то каждая рекламная кампания это 10 миллионов записей в базу. Мы можем, он к нам зашел, мы его генерим куку, в кук уже записываем куда и когда он зашел, укладываем и отправляем к нему, а на сайте его не запоминаем. Если он зайдет к нам второй раз, время жизни куки назначили месяц или год или вечность. Если он не почистит куки, то мы должны. Да, заходит второй раз. То есть получается мы состояние взаимодействия клиента и сервера храним на клиенте. Да, почистил куки, ну как бы, если человек параноик. Ну чё с одним. То есть в плане реальная ситуация, когда, заходя в контакт, ты можешь попасть на чьи-то там куки и зайти случайно обращаясь на сайте. Нет, 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 нет. Куки хранятся у тебя в браузере. А если точно такую же куку тебе же надо? Ну вот как-то там работает, как хорошо там. Да, может быть, конечно, да. То есть через год можно. Да, но такое же может быть на сервере. Но если сбой произошел, и ты подключился в чужой сессии, и показали чужую корзину покупок. Ну то есть это просто корялое программирование. То есть во многих ситуациях возникает проблема, где хранится состояние на клиенте или на сервере. На сервере это надежно. Но проблема возникает в том, что сервер начинает резко расти. Если информация дурацкая, например, человек не залогинился, не регистрировался, просто посетил три страницы нашего сайта. Мы можем эту информацию как-то свернуть, положить ему в куку и отправить. Ну то ли в текстовом формате, ну как-то описать историю похождения. И когда он в следующий раз зайдет, если куку сделали очень долгую живущую, он зайдет, а мы увидим. Мы не знаем, кто это. И я же потом добавлю. Посмотрим еще и вот такую страницу и назад. Да. Я предлагаю попробовать это же и сделать. Чтобы вот тут было написано, или где-то внизу, или надо подумать, или в худшем случае в системовой открытой, но лучше ему. Чтобы по мере толпы я ходил, у меня прямо в браузере высвечивалась история посещений. То есть, когда я захожу на следующую страницу, в браузер посылает запрос на сервер, и там в куке идет история. Браузер добавляет в историю похождения. Этот новый клик. Потом делает с новой обновленной историей на один клик следующее. Две вещи. Первое. Оно сворачивает какой-то формат и кладет в куку в ответ. Ну, чтобы история облинилась. Второе. Он кадарахдарит HTML, но он каким-то образом туда... Да. Ну, я хочу, чтобы я клацал и прямо видел, как история растет. Посмотрим. Возможно, я вам куки в следующей паре реализую. Ваша задача, вы просто этот механизм освоите. Потому что он умный. Или найдем его в Сановском сервере. Вот первый такой подход. Вот очень... Ты послушаешь и в интернет страшно заходи. Тут спасать следующее. Да. Если есть большой брат, да, тоталитарное государство, то интернет это хана. Да. То есть, на самом деле, у вас есть провайдер, по большому счету. И провайдеры в разных странах, но, в общем-то, все так или иначе взаимодействуют с СБУ местным. ФБР, СБУ, ФСБ, как бы это ни называлось. Я могу ошибаться, но, по-моему, по законодательству русско-украинскому, и, наверное, всем остальным, собственно, каждый провайдер обязан либо заранее, либо по первому требованию спецслужбам предоставить помещение. И, собственно, вот у него этот канал, внешний мир, локальная сеть. Проходит через комнату. Что в комнате, никто не знает. То есть, ФСБ может там ставить компы и просто весь трафик записывать на винты. В России пишут, да. Я говорю уже о том, что в чипах могут быть, в процессорах могут быть, в операционках может быть. Да, и к тому, что, знаете, это хорошая страна не будет. Так, АУС. HTTP поддерживает авторизацию нескольких способов. Самое примитивное – это Basic АУС. Давайте просто глянем. То есть, можно предложить сделать, чтобы человек получал доступ. Вот. Вся в Wikipedia страница. Выглядит следующим образом. Сервер. После того, посылаешь запрос на определенную URL, который серверу не нравится. Он должен отрендерить. HTTP код в верхней строке не 200 ок, а 401 нот авторизет. То есть, он говорит, доступ сюда запрещен. При этом он должен вставить вот такой хедер. что вот это я сейчас скажу. После чего клиенту рендерится белая страница на фоне, это каждый браузер по своему, формочка, где логин пароль. Вы вводите. Ваш браузер посылает определенный запрос. Сейчас глянем. Клиент сайт. Он посылает запрос. Повторно туда же. Где в хедере указано авторизейшн, basic, а вот это есть такая кодировка base64. Он в кодировке передает каким-то образом переданные логины пароль. Это уже брусер такое делает. Да. То есть, если сервер код ответа сделает 401 нот авторизет, то клиент должен отрендовать куда-то формочку для логина пароля. Он дальше как-то сворачивает и отсылает на сервер. А тот уже решает хороший логин и пароль. Возможно, это глупое задание, может его и не надо. Второе, что еще интересно. Заливка на сервер. У нас есть бед, есть пост. Смотрите. Когда я делаю get-запрос, у меня в запросе есть только хедеры, но нет тела. Когда я рендерю response, у меня есть и хедеры, и тело. Ну, я присылаю pdf, назад, xml, html. Когда я делаю пост-запрос, то у меня есть и хедер, и тело. Я могу залить файлы на сервер при помощи пост-запроса. Я думаю, вот это, наверное, хорошее задание. Это сделать так, чтобы в моем браузере внизу было поле открытое, поле ввода и кнопка добавить файл. Я могу выбрать файл в своей файловой системе. Добавить. Он идет на веб-сервер, а тот там свою файловую систему добавит. Сейчас что получается? У меня система асимметричная. Клиент ходит, смотрит файловую систему на сервере и может закачивать файлы. Ну, ты же сам себя смотришь. Ну, не важно. Пока так, ну. А теперь я хочу, чтобы я мог при помощи моего клиента и заливать файлы на сервер. Постом это сделать можно. Там надо только разобраться, наверное, это сделаю, там в дизайне легко сделать. Куда? Да. Вопрос в том, я сделаю обработчик, ваша задача будет в обработчике собственно получить файл. В каком формате приходит файл на сервер? Как его передают в HTTP? Что еще? Просто почитать. Есть две оптимизации. Первая – персистентный connection. То, что мы смотрели. Если клиент посылает connection keep alive, он говорит, давай мы не будем закрывать TCP сокет. То есть TCP сокет открыт, а get post, get, ну, get result, да? Request response, request response. Это называется персистентный connection. Есть еще одна оптимизация, которую поддерживают не все клиенты, не все серверы, которая еще сильнее ускоряет. Называется HTTP pipeline. Плотная грянуть, сановский поддерживает или нет. Оптимизация заключается в следующем. Клиент сервер. Клиент сейчас как? Посылает запрос. Сервер думает. Присылает ответ. Клиент посылает запрос. Сервер думает. Присылает ответ. Получается. Вот я на клиенте. У меня есть output stream, это туда. Есть input stream, это сюда. Я output stream сделал в write. И тут же input stream делаю read. Read блокирующий, я сижу жду. Пришли ответы по input stream, я прочитал, говорю, а не то пришло. Посылаю опять туда, я посылаю get. И тут же input stream. Read. Read блокирующий. Пока в сокете нет данных, я вешу. Через 100 миллисекунд я прочитал данные. Посылал. О, да. Оттендлив. HTTP pipeline заключается в следующем. То есть, это технология, которую должен поддерживать и клиент, и сервер. На я гляну, какие там за нее заголовки отвечают. Как ее включить. В следующем, что клиент может открыть output stream, и послать туда много get-ов подряд. Он их посылает и посылает. То есть, не то, что он посылает запрос, а следующий запрос будет только после того, как я получу ответ на предыдущий. Получается следующее. У меня сейчас, как и на отца, полудуплексная связь, да? Ну, как бы, я туда говорю, потом слушаю. Говорю, слушаю. Говорю, слушаю. Да? Нет. Полудуплексная – это когда одновременно и говорят о слушающем. То есть, я следующий запрос посылаю в токопосток, и весь ответ вычетан. HTTP pipeline заключается в том, что… То есть, у меня получается, я делаю запись, чтение, запись, чтение, запись, чтение. Пока чтение заблокировано, пока не вычитал ответ, я не пишу новое. HTTP pipeline заключается практически в том, что я завожу два потока. Один пишет туда непрерывно, другой непрерывно читает. Конечно, возникает проблема ставить соответствие запросы и ответы. Ну, суть в том, что… Ну, по хэперам, наверное, надо договориться. Нет, порядок соблюдается. Я открываю output stream и пишу туда get, опять get, get и mg 0, get и mg… Ну, точнее так. Я пишу get, там, 0, text. Он туда уже пошел, потому что output stream я делаю write, потом пишу. get 1, text. Не дожидаясь ответа на первый. Делаю get 2, text. Это же у меня output stream. Я вызываю просто метод write. А далее у меня есть input stream, на котором я постоянно вишу заблокировавшись на read. Для этого нужно два потока, конечно. Потому что и write, и read оба блокирующие. Пока там сетевая карта не отработала, пока данные не пришли, read не выполнился. Я завожу два потока. Один постоянно пишет, другой постоянно читает. То есть, получается, я делаю пулемет. Как же он в момент, когда он закрывает? В смысле, tcp connection? Да. Что, он не будет еще эти? Обычно вот этот connection типа live, там обычно дефолт стоит… Ну, как дефолт? Клиент и сервер уже независимые. Обычно обоих стоит где-то 30 секунд. Если 30 секунд нет никаких новых кетов, сервер обрывает сокет. У сервера таких десятки тысяч клиентов, если на каждой держать tcp socket, у него там все просаживается. Клиент тоже, например. Ну, я бил по браузеру, бродил все время, он держал сокет открытым, посылал. Потом раз, пошел чай пить там, браузер секунд 30 подождал. Ну, это ускоряет просто, да? Да, потому что у меня, так у меня что получается? Если мне нужно послать два запроса, мгновенных, по одному байту. Я посылаю запрос, ответ 100 миллисекунд, запрос-ответ 100 миллисекунд. А так я посылаю фактически как бы 2-байтный запрос, а приходит 2-байтный ответ. Ну, обычно shikipi как настольный теннис. Я вам шарик, вы мне шарик, я вам шарик, вы мне шарик, я вам шарик, вы мне шарик. А HTTP pipeline получается как пулемет. То есть я нажал, ты-ты-ты-ты-ты-ты, отстрелял рожок, а потом слышал эхо. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. То есть не то, что я выстебил, тушь, потом бах, тушь, бах. То есть получается хитрое следующее. HTTP. Форматы HTML и HTTP появились примерно в девяносто пятом году. Такой Тим Бернсли из европейского центра, из ЦЕРНа. Их придумали. Тогда это было очень все примитивно и просто. Тогда оно уже было просто. Когда он делал гипертекст, это была идея просто-напросто внутри этого швейцарского центра ядерных исследований. Улучшить научные статьи. Вот эти дурацкие ссылки в конце статьи. Они вызывают огромные проблемы. То есть берешь хорошую статью, приходишь в библиотеку, читаешь. Ссылки на 30 источников. Идешь в библиотеку, берешь 30 источников, возвращаешься и ходишь. Идея была в том, что источники, я прямо получив статью научную. У меня есть источник, я на него нажимаю и получаю новую статью тут же. Но все это дело очень сильно разрослось. И собственно с современным приложением, когда интернет стал бесплатный, десятки мегабит, весь земной шар, кустановник были всего лишь сотни машин в одной сети. Сейчас сотни миллионов. То вот это HTTP pipeline и persistent connection, это оптимизация первого уровня. Но их в общем-то не хватает. Сейчас очень популярны два протокола. Один называется WebSockets. Это способ сделать, то есть вот эти два костыля, которые поверх HTTP 3, все равно проблема. Например, даже чтобы спросить один бай, я обязан посылать полноценный HTTP header. Если я делал компьютерную игру, где допустим, ну там какая-нибудь я мышкой по экрану вожу какой-нибудь танчик. Я вообще-то хочу пересылать только координаты танчика, это два там шота. А мне говорят, нет, HTTP требует, чтобы ты посылал весь header со всеми кубками, например. Я говорю, да мне 4 байка. WebSockets это первое, что сейчас почти застандартизовали. Это еще одно улучшение HTTP, которое позволит лучше сделать. Второй был SPDI, он вот такой, speedy. Ну, похоже, вот это шум уже в стандарт, этот более-менее так. То есть они пытаются еще улучшить протокол HTTP, потому что оказывается, ну никто не ожидал, что мировая экономика на нем будет сильно завязана. И все IT. То есть изначально это была мелочь, которая поделка физиков, даже не программистов. Вот, то есть это еще улучшение. Вот эти два костыля, что я сказал, persistent connection и pipeline. Это еще не предел, потому что пытаются делать вот это. Реально делают вот люди из конторы, у которых на WebSock'е построено кое-что-то. Соответственно, просто понять, есть ли в HTTP сервере, он идет в сердцах, есть ли вот это. Второе, что еще есть интересного в HTTP, есть partial get. Когда я посылаю get, я могу указать get и диапазон байтов, который я хочу взять. С этим, возможно, многие сталкивались во времена, когда NET был не такой быстрый, может и сейчас еще, где-то были такие программы до лодера. Даешь ему URL, и программа быстро закачивает этот файл. И там было показано, что если она рисовала такую полоску, там фильм, да, кусочки, можно, посылая get, указать диапазон байтов. Я могу, имея фильм, 100 мегабайт, я могу сделать одновременно 100 запросов. Первый говорит get, я хочу с нулевого по миллионный байт, второй с миллионного по 2-миллионный, с 2-миллионного по 3-миллионный. Ну это загрузчики типа RG. Да, RG, это вот, да, популярный был. Ты сейчас? Да. А, ну не знаю, у меня сейчас тогда все так летает. 100 мегабайт так быстро выкаживает. Такая вот интересная возможность, которая, не знаю, используется или нет, но... Он-то не для этого был. Если рвалось соединение, то когда были дуала в соединении. Можно делать докачку, да? Да, тогда докачка. Возможно, это неинтересный пункт, и, наверное, его вычеркнут. То есть, если подкачку никто не будет делать, то есть... Вот это то, что очень интересно и у всех просто необходимо. Это работа с кэшом. То есть тоже я что-то допилю еще. Этот работающий код я выдам, но в следующий раз я допилю, чтобы у вас был готовый каркас. Более красивый. Кое-что начну реализовывать. Кукин, наверное, сделает. Кэш-контрол, он очень рассогласован. Там несколько разных способов, которые друг другу противоречат. Это когда посылается... Вот это состоит в двух моментах. Первый. Клиент посылает запрос на сервер. Get. Ему приходят данные. Например, там картинка. Headers какого-то сайта. И там может указаться, что, например, это файло актуально еще 24 часа. Если в течение 24 часов браузер захочет сделать запрос на этот же URL, он имеет право не делать запрос, на самом деле, а взять из локального кэша. Ну, это как мы смотрели, там в дом дворов заходишь на одну страницу, прямо видно, как фон грузится. Заходишь на другую, там тоже в HTML не точно такая же ссылка на имидж. На сервер. Но при этом раз фон уже есть. Оно взяло из локального кэша. Для этого можно указать... Можно указать кэш-контрол, например. Вообще не кэшировать страницу. Тогда им никто не кэширует. Браузер не кэширует, по пути прокси не кэширует. И у них там реверс прокси не кэширует. Яркий пример. У меня есть какая-то страница актуальных новостей. Ее нельзя кэшировать. Запросы связаны с онлайн играми. Вообще я хочу, чтобы в реале все обновлялось. Есть еще следствие следующее. У клиента... То есть клиент делает запрос, сервер рендерит ответ и указывает, можно это кэшировать или нет. Если можно, как долго. Второй способ. Клиент, ну не второй способ, а вторая сторона. Клиент может послать специальный запрос, какой-то гет с какими-то флагами. При котором он говорит, дай мне это данное, если оно изменилось, например, за последний день. Это касса, когда, например, сервер не знает, как долго должна жить картинка. Ну, если ты ставишь время жизни картинки неделю, то твой сервер почти не нагруженный. Клиент зашел, получил картинку, неделю ее не закачивает. Но если ты решил сделать редизайн сайта, то там возникают чудовищные проблемы. Потому что ты новых картинок налепил, а клиент все еще смотрит сайт в старых картинках. Они начинают уменьшать время жизни. Они говорят, пусть картинка живет час. Тогда возникает проблема, что я работаю постоянно на сайте, и раз в час я закачиваю здоровенную фоновую картинку. Если идея такая, что клиент посылает запрос, и он условный – дай мне эту картинку, если она изменилась за 40 дней, а у сервера можно прислать ответ, что не изменилась – в специальных кодах не изменилась. Если изменилось, присылает новую. Если не изменилась, он не изменилась. То есть да, в этом смысле вызов на сервер прошел, но серверу не пришлось из файловой системы поднимать картинку мегабайт и забивать трафик. Можно сделать еще компрессию, не знаю важно или нет, в реальности это в любом нормальном сервере, просто есть опция, включаешь, сжимать все к дефлейтам или сжимать все к зипам. Вот еще такая идея. Такое задание я давал, мне понравилось, но оно интересно, фишкам кучу. Что такое AJAX? Не расшифрую. И если еще, когда я закачиваю HTML, это текстовый файл в некотором формате, то к нему можно прилепить две штуки еще. Первое. Это файл CSS. Фактически можно сказать, что вообще в HTML описываются и данные документы, и стиль оформления. То есть в HTML можно написать, что будет строка «Привет» и строка «Пока». И тут же написать строка «Привет» красная, строка «Пока» зеленая. И такими-то шрифтами. Но со временем развился этот CSS, каскадные таблицы стилей. Что я могу в отдельном файле описать стиль, в котором сказать, что первая строка будет красная, вторая – зеленая. Получается, в HTML будет написано только «Привет, пока». В HTML подключен CSS, а в CSS описан стиль. То есть в HTML данные, в CSS как бы часть верстки, которая состоится в стиле. Меняешь CSS – меняется внешний вид. Данные первым самым, а внешний вид – совершенно другой. Давайте глянем «Привет». Какой-нибудь CSS change example. О, Zen Garden. Много раз слышал. Вот это, вроде, один из ведущих по CSS у сайтов. Итак, где у нас min.css? Здесь где-то есть. Select Design. Так, я на странице CSS. Demonstration of what can accomplish it. Так, где-то здесь есть такой способ, когда я нахожусь на одной и той же странице, но меняются CSS. Сейчас. Сейчас. Сейчас сделаю вот так. Не угадал. Ладно, сейчас. Так. Select Design. Так. А, текст один и тот же, смотрите, демонстрейшн, что может быть закончено визуально через CSS-based. A demonstration of what? Иду сюда. A demonstration of what? Итого, вот эти две штуки содержат одни эти литеринга dark, литеринга dark, т.е. html одна и та же, но подключаются разные CSS и сайт, в принципе, меняется. А в CSS-канки не уже занимают, да? Ну, в общем-то, да. Не только CSS-канки меняются, там еще, наверное, какие-то картинки, имиджи, да, меняются? А, в CSS-канки подписываются, куда вставлять какие картинки. И там в CSS-ке описаны URL-ы на картинке. Да, картинки меняются. А картинки считаются элементами оформления. Это первое. Второе, в HTML-канки можно подключать JavaScript-ы. Сейчас браузеры все, в общем-то, обязаны поддерживать JavaScript. Это специфический, совершенно отдельный язык программирования, который к JSON-канки не имеет вообще никакого отношения. То есть в свое время они заплатили компании SAN, чтобы можно было использовать слово Java. Это было модное слово, они заплатили за него. Просто купили Java и Java. Никакого отношения. Язык вообще совершенно другой, начнем с того, что он не объектно-ориентированный. То есть это уже говорит, что это вообще другой язык. Он object-based. У него наследование не на основе класса, а на основе прототипов. Он не статическое антипизация, он динамическое. У него вообще нет понятия класса. Мы не можем объявить класс, а потом сделать instance класса. Там такого нет понятия. Нет класса. Там прямо сразу пишешь. Это такой специфический язык, который сейчас очень сильно набирает популярность. То есть если посмотреть, нам нужен рейтинг языков программирования. Как там? Ти-о-б, да? Ти-о-б-индекс. Есть такой известный в мире индекс по языкам программирования. Вот есть JavaScript, но тут слабовано. Он занимает уже 1,37% рынка. Чего-то он упал. Кто-то сильно поднялся. То есть вообще говоря, Ruby занимает 2,5%, 1,37%. Но если поставить по вакансиям, на самом деле это весь мир. JavaScript где-то. А, ты не попал. В общем, это мировой рейтинг. Там есть на C программирования, на C++. В Украине рейтинг JavaScript очень сильно поднимается. Скажем так, 3% наверное работ уже требуются специалисты по JavaScript. По мере того, как клиент становится очень жирным, типа Gmail или типа игр браузерных. Очень много происходит внутри браузера. Вся динамика пишется на JavaScript. То нужны специалисты в JavaScript. То есть у меня друг конкретно. Вот у него сейчас уникальная ситуация. Я не крайне ожидал. То есть он в ePAMI в Харьковском. Он был в PHP. Перешел в JavaScript. Юзабилити, это все дела. Вот это вот, как все дизайнить. Ему интересовала динамика. Сейчас он Team Lead в команде джавистов. JavaScript, Team Lead, причем у него один сеньор джавист, два мидла и куча джумеров. Оказался проект, у которого основная ценность проекта находится в браузере. На сервере это как бы какая-то ерунда. Главная крутость в браузере. И поэтому он стоит Team Lead, потому что ему понятней, что как должно делаться. Он вот тут что-то крутит в браузере. Иногда он говорит джавистам, я сделаю запрос вот такой. Вот вы мне пришли какие-то данные из базы, вычеркните. А я их тут сложно отрендерил на экране. Мы сейчас как делаем? У нас клиент совершенно примитивный. Это HTML. Что не нажал, пошел запрос на сервер. Мы на сервере поморочились и отрендерили HTML. Прислали на клиент. Браузер и отрендерил. Может быть модель другая. Есть HTML, в которой очень здоровенный JavaScript. Который и рендерит полностью всю HTML. Когда HTML посылает запрос на сервер, назад приходит не HTML, а только данные. Какая-то мапа приходит, какая-то таблица. То есть надо придумать формат, в котором приходят сырые данные. А здесь происходит на JavaScript данные вычитывать и строят очень сложный интерфейс. Яркий пример, например, у меня есть чат. У меня сложная страница. Есть окошко, правильно? И каждый раз, то есть вообще говоря, у меня есть поток данных с сервера, куда приходят не всячки ML. Я не хочу, чтобы у меня браузер перезагружался. А только новое сообщение. Кто-то сообщение вычитывает и рендерит на экране. Возможно перестраивает интерфейс. Вам прислали подарок, тут все всплывает, светится. Так вот. Суть следующая. В HTML можно встроить JavaScript. Он работает, но тут надо разобраться, у него нет метода main. Потому что JavaScript не главный. Главный HTML. Весьма интересная модель, в какой момент JavaScript запускают. Это же язык программирования. Там можно прицепить в HTML момент, например, можно прицепить когда. Когда HTML загружается. Когда нажали кнопку. В общем-то, не то, что JavaScript стартует изначально и всегда работает, как метод mainJay. Нет. Обычно должно что-то произойти. Я должен что-то нажать, и при этом запускается программ на JavaScript. И еще вот, что хотелось бы. Задание. Можно повесить небольшую JavaScript программу, которая будет исполняться. Ее повесить на таймер. Внутри браузера есть таймер. И можно повесить, чтобы раз в секунду таймер браузера дергал в JavaScript. Наверное, вот это я сделаю. И оно будет к вам писать hello. После дергать. Титрость в том, что я могу в браузере внедрить так JavaScript, чтобы указать, что браузер, допустим, раз в секунду задавал какую-то одну и другую программу дергал. Эта программа может с средствами... Вот это Аякс. Непонятно, шифровывается. Но в JavaScript есть такой объект. Такая HTTP, XML, HTTP, QS. Есть такая штука, вот три JavaScript, которая позволяет из JavaScript сделать отдельный запрос на сервер. То есть, получается, когда я загрузил браузер в жирный сайт, браузер может делать запрос на сервер двумя разными способами. Первый. Это вверху есть поле ввода. Я ввожу URL, нажимаю Enter. Или же у меня есть линка, или у меня есть кнопка. Главное здесь что? Я нажимаю эту штуку. Идет полноценный запрос Get. А туда приходит новая HTML. Браузер ползет, перезагружается, рендерит новую HTML. Обычно я иду по ссылкам. Посмотрим. Я нажимаю ссылку и оказываюсь в другом месте. Раз, в другом месте. Нажимаю там. Я нахожусь здесь. При этом у меня ощущение, что сервер не перезагружается. Многие вещи сохраняются. Я захожу. Вхожу в важное. Вообще говоря, это не то, что у меня идет полноценный запрос на сервер. Все выкачивается, все перезагружается. Я не верю, что тут сделано. Первое. Я могу ввести поле вверху. Вот в этом вот, как он называется, в самый верх. URL. Могу классить на ссылку, нажать кнопку. При этом идет запрос. Назад прислать HTML. Браузер полностью старую HTML выкидывает. Новую загружает. Ну, извините. Можно средствами JavaScript. Послать запрос. Получить ответы с сервера в JavaScript. Браузер о нем как бы не узнает. Браузер не перезагрузит страницу. Просто JavaScript программа получит данные. Дальше. Из JavaScript можно из JavaScript менять HTML. HTML. HTML выстраивается, так называемая, дом-модель. Это, в общем-то, дерево. Ну, поскольку HTML это, в общем-то, XML, то, в общем-то, оно дерево. Есть HTML. В нем есть два. Head и Body. В Body есть всякие там дипчики, всякие там фонты. И можно идти, идти, идти. Так вот. Я могу написать, собственно, это будет задание, JavaScript программу. С ней можно справиться, точно так вы писали. Вот. Вешать JavaScript программка, которую вешаю на таймер браузера. Браузер раз в секунду и дергает. Программка делает запрос на сервер. Назад получает какое-то данное. Рекламу. И где-то в уголке рендерит рекламу. У нас получилась страница, которая выглядит как полностью статическая. Мы зашли на какой-то URL. Что-то раз. Для нас рендерила. Смотрим файл и браузер. И мы смотрим. При этом в правом верхнем углу, вообще говоря, у меня постоянно высвечивается что-то новое. Идет динамика. При этом страница не перезагружается. URL не меняется. Я тут пользуюсь. Что делаю? Что хочу делаю? Просто у страницы получилось, что под раз в секунду JavaScript выходит на сервер, выкачивает и обновляет угол. Собственно говоря, аж получается, вообще говоря, это набор костылей. То есть из-за этого становится современная верстка очень сложный. Они платят там вообще, ну и джавистам, и верстакам платят одинаково. То есть с пятилетним опытом, и те и другие получают одинаково. Потому что инструмент очень корябрый. Изначально HTML или HTTP планировалось для, ну вот просто переход по ссылкам. На общей статье, ссылка на статью Иванова нажал. Сейчас же оказывается, что в браузере хотят иметь нечто сверхдинамичное. То есть я например, ну вот, какая-то там Google Maps, не знаю как он сделан или нет. Классно загрузилась, карта. Тереклата мышки навожу, оно допустим, я только подвожу мышки, оно посылает для меня невидимо запрос на сервер, узнает больше про эту область, вытаскивает. И когда я ему что-то подвел, у нас тоже всплывающая подсказка. Например. Можно, конечно же, сразу закачать. Можно, конечно же, сразу вместе с картой закачать, допустим, все. Будь здоровенный HTML со всеми подсказками. А можно сделать интерактив. То есть мы закачиваем человеку первоначальный вид, когда человек начинает пользоваться, мы общаемся с сервером непрерывно и подкачиваем его новые данные. Но хитрость в том, что HTML или HTTP для этого вообще не были рассчитаны. Потом получается, что поверх них накручивают инструменты, и там получается такой вот ужасный каблумерат. Когда это все накладывается на разные браузеры, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, которые немного по-разному это интерпретируют, да, возникает ад за который нормально платит, но я несколько раз видел это, то есть я в этом сильно не работал, но меня это бросает в ужас. Там можно работать только если людям нравятся визуальные штуки. То есть некоторым людям нравятся компьютерные игры. Потому что у них ошибки не нравится, да? Да. Я встречал людей, которым фронт-энд нравится. Я пробовал, я писал компьютерные игры, это забавно до поры до времени, а потом не забавно. То есть возникает гулацкие проблемы с пикселями, цветами, цветопередачей. Ну, самая глупая проблема – это размер экрана. Ну вот сейчас на всех этих андроидах, айфонов, более дурацкая проблема, чем то, что пользователь может перевернуть штуку, и у вас должна редизайн сделаться. Ну, как бы более груб, глупый для программиста. Человек был с таким экраном, он переворачивает, то есть что-то должно перестроиться. Ну, как бы вообще для меня неинтересная проблема. Ну, а теперь устройство бывает с таким экраном, с таким, с узким, длинным, с таким, с таким, с таким, только что с треугольным. Ну, то есть кому-то это интересно. Но вообще, ну, это, как это, рутина. Ну, она не рутина, это выглядит как игрушка. Это выглядит как хирургия. Ты понимаешь, открываешь чек, по-моему, куча каких-то кишков, у меня там сложный аппендицит, все разорвалось, все гномится. Еще он курильщик, еще он алкоголик, еще он неизбыточный вес. Ты все так как бы ковыряешь, ковыряешь, в конце зашил, ты удалил аппендицит, он вышел. То есть 6 часов, бригада из хирургов. То есть хирург это крещает, для меня это, ну, то есть множество деталей, множество сложностей, множество уникальных каких-то ходов. Это к тому, что у джавистов есть достаточно четкое отделение на тех, кто работает с фронт-эндом, и тех, кто с фронт-эндом не работает. И, в общем-то, надо затанчиваться под одну из двух специальностей. Потому что, если вы попадаете на проект весь фронт-энд, то у вас, скорее всего, и вы под фронт-энд подходите, вы будете засунуты на фронт-энд, на полгода, на год, у вас не будет никакой многопоточности, не будет никаких там удаленных вызовов, не будет никаких распределенных кэшей, а будет только мега супер-пупер, JavaScript, три библиотеки, которые вот так должны всплывающие подсказки двигать. Например. То есть надо понимать, что хотя компании вроде как говорят, что нужны только универсалы, в реальности на каждом проекте есть огромный список задач по фронт-энду и огромный список задач по бэкэнду. Удаленные вызовы, кэш, какие-то пулы, пулы потоков, распределенные кэши, веб-сервисы, работа за реакционной базой данных, какие-то оптимизации. Это одно, это бэкэнд чистый. А есть фронт-энд, где вот JavaScript, CSS, верстка. Вы очень быстро рендерите фронт-энд, но браузер очень медленно его забирает. Давайте что-то делать. У вас есть клиенты, они все хорошие, но у каждого 50-го очень медленный интернет. Ну то есть какая-то глупая проблема. Мы как JavaScript трендер и фронт-энд, но на выпуске говорят, надо сделать так, чтобы каждый сотый человек, у которого медленная скорость, этого не чувствовал. То есть проблема очень странная. Хорошо, лекция закончена.